Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы пишете о том, что вам 33 года, вы 6 лет замужем за хорошим человеком, но с 14 лет вы любите другого человека, он умер от тяжёлой болезни, когда вам было 17. Не можете забыть его, тоскуете, скучаете невыносимо, вот, спрашиваете, как бороться с этим и попросите помочь. Ну, собственно, первое, что как-то хочется спросить, наверное, это то, как вы видите помощь, да? То есть, ну, вы задаёте достаточно короткий вопрос, вот, и как вы видите помощь? То есть, вы думаете, что наш ответ, вот, вам, мой ответ, ответы коллег помогут вам взять и справиться с этим? Ну, на мой взгляд, сильно удастся, то есть, нет какого-то волшебного рецепта здесь. У вас, очевидно, травма, да, потеря этого человека. Очевидно, что в данном случае вы скучаете не столько по нему самому, да, сейчас уже, сколько по тому, что вы идеализировали, да? То есть, может быть, скучаете по какому-то состоянию своему, может быть, скучаете по каким-то эмоциям своим, по каким-то чувствам, по каким-то возможностям. Может быть, скучаете по образу себя, который у вас получалось видеть, когда вы были с ним в отношении. То есть, тут достаточно много вариантов. Нужно понять, почему вы скучаете, и нужно отпустить человека, который умер. Вы этого не сделали, то есть, вы не опустили его, вы не попрощались с ним. Скорее всего, для вас он еще жив, и отсюда как бы возникает застревание. С другой стороны, помимо того, что потеря значимого человека всегда травма, и помимо того, что человек может застрять в этой травме, да, да, помимо этого всегда есть еще некая вторичная выгода. То есть, вам есть выгода какая-то в том, что вы так переживаете по тому, у кого больше нет. Возможно, вы запрещаете себя быть счастливым. То, что я сейчас скажу, может прозвучать несколько неприятно, возможно, но я могу ошибаться. Но мое предположение таково, что вы влюбились в мужчину, который уже болел. То есть, вы, скорее всего, подсознательно знали, что он умрет. Или, как бы, была высокая вероятность этого. И, возможно, вы выбрали этого человека не случайно. Боя серьезных отношений, в которых вы были бы счастливы. Сознательно, конечно, вы с этим не согласны. Но подсознательно так. Поэтому вот этот момент тоже нужно выявить. Если мужчина болел уже, когда вы начали, ну, когда вы в него влюбились. Или молодой человек, я не знаю. Вот. То, соответственно, это один момент. Если он заболел уже в процессе, то получается, что вы с ним вот что-то себе что-то компенсировали. Чего вам не хватало. Вот. А есть определенная связь между тем, что с вами произошло тогда, в 17 лет, тем, что вы столько лет страдаете по этому человеку. И тем, что вы вышли замуж за того, кого по сути не любите. Вышли замуж просто за хорошего человека. Вы вышли замуж, потому что должны. И между этими тремя элементами есть связь. Это, скорее всего, некоторая организация вашей семейной системы. То есть несчастная любовь и как бы брак по расчету, ну, например. Вот. Несчастная любовь и брак с хорошим, но нелюбимым человеком. Понимаете? Потому что нужно. Потому что должно. Вот. Так формируются. Так проявляются, точнее, запреты на счастье, запреты на любовь и так далее. Вот. То есть как это мне видится? Мне видится так, что вы в целом-в целом стараетесь поступать правильно по жизни. Но иногда позволяете себе какие-то вещи, да, которые потом себя сами винить. Вот. Мне видится, это так мне видится, по крайней мере. И, соответственно, вот вы в такой двойственности и живете. К сожалению. Вот. Обратите внимание на свой вопрос. Вы спрашиваете, как бороться? Что такое бороться для меня? Это значит подавлять. Подавлять, избегать, заменять. Да? А нужно править, нужно раскрыть, раскрыть свой собственный конфликт, результатом которого явилась вот эта ваша история. Потому что трагедии случаются. Люди умирают. А любящий человек остается без любимого. Но застревание происходит не у всех. В основном застревание происходит у тех людей, кто, в общем-то, не особо себя воспринимает и видит. Застревание происходит у тех людей, кто больше обращен на других людей. Но из-за слабой нервной системы. Хотя корреляция с CNS достаточно условно. То есть есть факторы, которые могут быть обособленными от состояния нервной системы. Поэтому в данном случае, скорее всего, вы себя как-то по жизни обесцениваете. Раз не видите себя полноценно, далеко без другого человека. Раз для вас смерть человека – это потеря чего-то своего. Безусловно, грустить, плакать, скорбить по-любимому или по-любимой. Если человек ушел и умер – это нормально. Нормально испытывать эти чувства. Ненормально скорбить по человеку ни много ни мало 16 лет, если я ничего не буду. Вот это ненормально. Это говорит о том, что ничего важнее в вашей жизни нет. Это говорит о том, что в 14 лет, когда вы влюбились, равно как и в 15, когда его не стало, это была не просто любовь. Это была зависимость, скорее всего. Или любовь с элементами зависимости. Так вот тоже может быть. Решно предположить, что с 14 до 20 человек, в принципе, может испытываться в основном только влюбленность. Потому что любовь – это все-таки немножко другое. Чувство более зрело и, соответственно, нужно, чтобы человек стал зрел. 14 до 20 – это скорее влюбленность. Из этого может вырасти что-то серьезное, но для этого нужно много фактов. Но в основном, конечно, то, что человек формируется, меняется его ценность, меняются его взгляды, его впечатления, направленности и так далее. Я часто порой эту влюбленность просто развиваю. И то, что вы описываете – это больше про то, чего мне хватало. Поэтому на что бы я сделал акцент, да? Помимо того, что я уже сказал. Я бы сделал акцент на том, в каком состоянии вы были в 14 лет, когда влюбились. То есть, что происходило в вашей жизни на фоне? Ну, вот тогда, в то время. Вот. Какие у вас были, так скажем, базовые… Каким был базовый набор чувств, которые вы испытывали тогда? Это были в основном позитивные чувства? Или это были в основном негативные чувства? В целом, вы были тревожны? Да? В целом. Или в целом вы были спокойны? Вот. То есть, как-то вот на эти вещи нужно обратить… Обратить… Обратить вам свое, конечно же, внимание, да? Потому что, ну, как бы… Это может сыграть большую роль в психотерапии. А вам нужна психотерапия… Психотерапия, Юля? Потому что, ну, замечательно, вы с этим, скорее всего, не справитесь. Вот. Если бы справились, то… Ну, как бы… Если бы могли справиться, то вы бы уже справились давно. Вот. Ну, и с хорошим человеком, за которым вы замужем, тоже нужно отношения корректировать. Потому что у вас перед ним может быть и чувство вины, и зажатость, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже после, это уже следующий шаг. Вот. Выбирайте себе эксперта, начинайте работать. Вам желаю удачи, всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам. Для формирования первичных, ну, первичного направления для работы индивидуальной. Вот. Всего… Всего вам самого доброго.